Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем снова разговаривать о канарейках, о канарейках и еще раз о канарейках. Я подготовил три вопроса, это часто задаваемые вопросы. Вы пишите мне в комментариях свои вопросы, я вам отвечаю. Также в комментариях. Сегодня я решил сделать видео ответ на ваши вопросы, потому что часто очень задают одни и те же вопросы, вопросы важные. Я думаю, в видео больше людей посмотрит, больше узнает этой информации и, следовательно, меньше будет задавать подобного рода вопросов. Вопросы такие, я сейчас вам перечислю и мы по порядку за сегодняшнее видео все разберем. Первый вопрос будет у нас купание канарейк дома. То есть, сразу скажу, нужна ванночка. Второй вопрос. Пустые яйца у канарейк? То есть, канарейка несет яйца, кладка пустая или вылупляется из пяти яиц один тенец? Это тоже сегодня разберем. И третий вопрос. У канарейки появились птенцы? Или кто-то спрашивает, у канарейки вылупились птенцы? Что делать? То есть, вот эти вот три вопроса, они как бы один за одним идут. Значит так, начнем с купания. Сейчас в конце вы все поймете, почему именно эти три вопроса и почему они одни за одним. Значит, без одного не бывает другого. Вот можно так сказать. Значит, купание канарейк. Это одно из важных условий содержания канарейк. То есть, если ваша канарейка купается, а, допустим, соседская не купается, то ваша канарейка будет здоровее. Птица будет здоровее. Купаться можно обыкновенная вода. Ну, допустим, та вода, которая используется для купания. То есть, вы наливаете примерно, ну, на палец толщины. Вот эту паил, эту купалку, наливаете на палец толщины. Если в сантиметрах, примерно полтора, максимум два сантиметра, наливаете тепленькую. Можно, в общем, наливаете комнатную воду, обычную, отстоянную, которую канарейкам пригодно пить. То есть, свежая налитая вода, канарейка может сесть и пропить эту воду. Потом будет купаться, потом больше пить она эту воду не будет. Не думайте, что если там вода есть, канарейка будет ее пить. Можно делать, например, такие отвары, допустим, из ромашки, из полыни. Как вы делаете себе чай, вы также делаете такой же чай и заливаете сюда такого же глубины на палец. Канарейка будет купаться, допустим, в ромашке. Это будет профилактика паразитов, пироедов, пухоедов, этих всяких ненужных насекомых. То есть, купание очень полезно. Что еще по купанию? Вот в отваре ромашка, полынь или простая вода. Летом, в жаркое время года, менять надо почаще. Чтобы здесь не происходило, не испортилась вода, вы меняете воду почаще. Зимой канарейки тоже купаются, воду тоже меняйте. Ну, хотя бы два раза в день зимой поменяйте воду. Утром канарейка до обеда искупается и после обеда снова в воду вы, налили чистой водички, пусть птица снова купается. Купалка вешается на клетку. У кого клетки деревянные, там можно сделать небольшие присосы, эти прищепочки, петли и на эти крючки вешается купалка. То есть, купание очень важно. Значит, про купание еще в итоге в процессе видео будем затрагивать эти аспекты. Вы поймете, почему купание очень важно и как оно влияет на пустые яйца или не пустые яйца и на вылупление птицов, тоже купание очень сильно влияет. В общем, по поводу купания, в принципе, я вам так объясню, но по ходу видео все узнаете дальше. Значит, пустые яйца у канарейки. Очень распространенный вопрос. Друзья, во-первых, чтобы у канарейки всегда были оподотворенные яйца, птицу нужно правильно готовить. У меня на канале есть видео, там подготовка птиц к разведению, к размножению, вообще содержание. Вообще это все идет, начинается с зимы. Вот период отдыха у канарейки это осень-зима. Осень-зима. И вот когда у вас сейчас канарейки сидят, они должны получать правильное питание, они должны получать зелень, овощи, фрукты, корм. Зерносмесь должна быть всегда чистая, свежая. Вот, допустим, ветки, почки, почки деревьев, почки, не ветки, а почки. Канарейки кушают тоже хорошо. Можно в морозное время, если почки там уже замерзши, взять несколько веточек, дома поставить в стаканчик. Почка мешает открываться, выдаёте канарейкам, они прекрасно это едят. Это тыкву. Вот, кстати, овощ очень хороший. Канарейки его очень любят, очень полезные, каротиносодержащие. Как альтернатива моркови, можно через день давать также яблоки и все это прочее. В общем, вы готовите канарейку заранее, заблаговременно даёте ей вот то, что я сейчас перечислил. Потом в период размножения вы подключаете пшеницу, пророщенную пшеницу, пророщенные семечки, и опять-таки зелень, мокрица, дувальчик. Вот у кого сейчас канарейка несёт яйца, друзья, я вам сочувствую, это неправильно, надо в это время года, осень-зима, канарейка не должна нести яйца, не должна. Она должна отдыхать, набираться сил, чтобы прийти к сезону размножения крепкой, здоровой. И тогда она даст вам, ну и, соответственно, кстати, самец, который будет жить отдельно от канарей, не вместе с самкой, самец с самкой, самец с самкой вместе не живёт, он живёт отдельно. А вот в период размножения, когда вы уже покормили его, там, недельку, к примеру, пророщенной пшеничкой, вот пророщенными семечками, зеленью, овощами, фруктами, вы потом его садите вместе к самочке. И потом тоже самая кормёжка так и остаётся, пророщенная зелень, овощи. Они кушают и начинают откладывать яйца. Но это уже получается конец февраля, начало марта. Ну, может, чуть раньше у кого-то, чуть позже. Ну, никак не осенью, ну, никак не зимой, когда солнца нет, витамина Д нет, канарейка непонятно, каким образом сносит яйца неподготовленное. Ктенцы, зародыш рахитичный, всё рахитично. Даже подождите, там зародыша, в принципе, не будет, одна должна жить канарейка. А у кого несёт с самцом, ну, там рахиты будут, и вы таким образом вы ухудшаете поголодой канарейки. Ничего хорошего, если она не выйдет. Лучше не поройте канарейки осенью и зимой. Вот. А всё перечисленное, если будете делать, как правильно, весной, то у вас не будет, у ваших канарейки не будет пустых яиц. Будут всегда оплот, будут птенчики. И будет счастье в вашем доме. Вот ещё один вопрос, третий на сегодня. У канарейки вылупились птенцы. Вылупились. Друзья, если у канарейки вылупились птенцы, это должен быть период размножения. Я опять-таки повторяю, это должен быть конец февраля, начало марта, апрель, май, ну и середина лета. Вот это время должны вылупляться птенцы, но не осенью, но не зимой. И вот смотрите, как получается. У некоторых бывает яйца пересыхают. Та же кладка, кстати, вот пустые яйца. Но вот может быть причина, если вы, допустим, живёте в квартире, у вас там отопление, воздух сухой, яйца пересыхают. А если ваша канарейка купается, то она смачивает животик и потом эту влагу несёт на яички. Кстати, купаться канарейке можно, если у неё яички, примерно до 7-9 дня. Вот когда там формируются все эти процессы основные, яйцо не должно пересохнуть. И вы даёте птицам купалку. Она купается, яйца увлажняются естественным образом. Сами пшикать с пуляризатора не вздумайте, вы можете всё испортить. В общем, видите, опять у нас получается пустые яйца пересекаются с купанием. И как же всё-таки, когда вылупились птенцы, что делать? Ну, начинаем их кормить. Допустим, птицу начинаем кормить немножко не так, как кормили в период размножения. Мы даём яйцо, желток, белок. Яйцо варим вкрутую 10-15 минут в 15 магазинах и 10 минут домашних. Разрезаем на долечки. Тоже есть на канале видео, поройтесь поищите, найдёте. И, значит, предлагаете также яйцо, морковь натертую, яблочко. Яблочко можно с первых дней, морковку можно также с первых дней. Но если ваша канарейка кушала, это всё, когда я сидела на яйцах. То есть кормление, это уже будет отдельная тема. Это есть видео специально, там посмотрите у меня на канале. Сейчас просто вот скажу, что когда вылупились птенцы, начинаем обидно кормить. Если самка не кормит, есть шанс, что вы улучшите ей ассортимент питания, и она будет хорошо кормить своих птенцов. В общем, вот такие дела. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Разводите своих канарей. У кого-то есть, если вопросы, пишите в комментариях. Я буду таким образом видеоответы делать и отвечать вам на ваши вопросы. Потому что писать в комментариях, сами понимаете, один спросил, я ему ответил, всё, а другие не знают ничего. А так, видео посмотрели, уже вас больше просмотров, и вы уже в курсе, что да как. Значит, купаться обязательно. Это будет влиять на обводотворяемость яичек, на вылупление птенчиков. То есть, всё это вот таким образом будет благоприятно влиять на разведение ваших канарей. Друзья, всем пока, до скорой встречи. Продолжение будет следовать. Как часто будут выходить подобные видео, к сожалению, пока не знаю. Но как будут накапливаться вопросы, так будут выходить видео. Так что не стесняйтесь, пишите в комментариях ваши вопросы, и я буду по возможности готовить материал и вам всё это делиться с вами. Всем пока!